Итак, всем лабос, приветствую вас на моём канале. Сегодня пятница, я была на закупках, перекупилась, обтоварилась, как говорится. У меня там ещё больше дел было, которые я в будущем вам расскажу и похвастаюсь. Но они пока в начальной стадии, как счастье любят тишину, поволчу. И опять делаю ужин. Жду мужа с работы, делаю ужин. И что у нас сегодня будет на ужин? А у нас уже опять рыба. Я уже мясо хочу. Будете мясо, будем шашлыки делать. А сегодня на ужин рыба. Я опять была в Теско, и опять закупилась. И как вы думаете, что я купила? А я купила форель. И опять уценённую. То, что стоило 5 фунтов, я закупила за фунт. Вот. Две форели. Мы их сейчас разберём, помоем, почистим и запекём на овощной подушке. Значит у нас будет форель, овощи. Я купила Mediterranean Style Vegetable. Это красный лук, цукини, сладкий перец и томаты чай. И баночка картофеля. Потому что рыба у нас, эта рыба будет запекаться очень быстро. Овощи обжарятся, затушатся, а картофель будет у нас уже готовый. Тоже так вот. Нужны прованские травы будем рыбу. Как говорится, увкуснять. Лук зелёный для рыбы нужен будет. И растительное масло, соль, перец по вкусу. Приступаем. Вот. Мы обрезали головки. Кстати, у форели очень легко выбирается позвоночник. Видите, он уже весь отскочил от рыбы. Вот и вот пальцы не проводишь. Все волокна вылазят. Не волокна, а косточки. Вот. И она такая. Рыбочка без костей легко такая вот отделяется от позвоночника. Вот. Все косточки выбираются. И мы сейчас ее ковырся. Что я пока? Нашкука. Вот. Выбираем позвоночник. Нам нужны филейки. Острым ножом прорезаем до хвоста. Вот. С одной стороны красиво выбрался. И с другой стороны. Вот сейчас буду позвоночник выбирать. Кстати, если крупная рыба, форель, ее можно как сальмон, слабосольную сделать, засолить и кушать. И все. Выбрался. Просто легким движением пальцев выбрался. И вот у нас красивые две филешечки. И берем другую рыбку. Точно так же. Вот. Отделяем красиво косточки от нее. И еще. Вторая филешечка. Обрезаем низ живота. Чтоб у нас не было крови с этого животины. Две маленькие рыбешечки. Так говорится, по рыбешечке на человека. Итак. Почистили рыбу. Вот она. Филешечки. Очень легко, как говорится. Чистится. Легко. Довольно-таки форель. Легко чистится. Косты. Легко очень отделяется. Мясо мягкое. Раскладываем сейчас, как говорится, филе на стол. Сейчас мы ее приправим и оставим лежать. Нас ждать. Рыбка жирненькая. Чем ее? Тоже, как говорится, примитивно. Соль, перец. И прованские травы. И мы ее оставляем постоять, пока мы приготовим начиночку. Если у вас нет прованских трав, просто набор смесей я вам сейчас скажу. Набор трав итальянский может есть. Они фактически идентично выходят. Так. Травах не жалеем. Муж не любит трав. Но я люблю травки. Травки дают вкус. Что входит в состав. Если у вас, как говорится, нет. Ну, у гурцов набор пряностей бывает. И в них можно найти что. Значит, нам нужно так. Так. Базилик, майран, ореган, шалфей, укроп, петрушка, чабрец, тмин, тимьян, розмарин, мята. Смешали, намешали. Я когда-то тоже смешивала, намешивала и сыпала. Чего не имела, то пропускала. Ну, главное, что какая-то там смесь трав есть. Вот она данная ночь. И так. Всё. Рыбу ставим в сторонку. Пусть она у нас тут ароматизируется. А мы тем временем поджарим лук. Чистим лук. Я, как говорила, в Англии только такой лук продают. Где-то вся зелень, вот эта вот вся самая вкусная зелень, такая, знаете, пушинковая со сметанкой, с ордисочкой. Так. Лук порезали. Жарим. На растительном масле. Ух! Острый какой лук! Так. А пока лук будем жарить, приготовим овощную подушку. Берём вот эту Руверс-картошечку. Она уже вареная. Мне нравится, что она такая довольно-таки мелкая. Бывает покрупнее картошки в банке. на переработку. Эту покрупнее. Ну, она у нас готовая. Смысл её там, как говорится, измельчать нету. Но, в смысле, вот то, чтобы, когда это будет всё в подушке, чтобы не было таких крупных кусков. Вот такие вот. Покрупнее картошечку раздеваем на четыре, чтобы они все были бы одинакового размера. Вот такие вот, да? В картофель добавляем наш набор. Открываем его и смотрим, если будет очень крупно порезанное. Это уже измельчаем. Всего добавить можно, если вам кажется, что мало. На переработку. Ну, здесь не скажу, что крупно порезано. Надо, чтобы вкус чувствовался. Жевать тоже надо, чтобы вкус чувствовался. Слук жарится здесь. Наши солим, перчим. Тоже добавляем прованских трав. запаху должен быть везде размешиваем и заправляем немножко растительным маслом можно взять оливковое но уже лью так уже лью или кокосовое я могла взять кленочка заболталась я с вами и так мы все приготовили включаем духовку все приготовили духовка греется на 180 все приготовили формируем наш запекание обышную подушку высыпаем распределяем по всему противню немножко равномерно чтобы у меня было в одном краю картошка в другом овоще равномерно распределяем распределяем теперь вот сюда кладем нашу рябешку по одной филейке как говорится кладем одна филейка и другая филейка с разных рыб берем потом будем накрывать чтобы они споровались хорошо и вот теперь на эти половинки выкладываем лук именно вот как начиночку лук выкладываем посередине вот так вот именно на рыбку чтобы в самой рыбе было лук немножко там немножко тут горячо распределяем чтобы рыбка была по всей рыбе и это то что нам придаст как говорится сочности форели потому что форель она как запекается она сухая становится нам надо вот и вот теперь мы накрываем ее второй половинкой вот так вот оп и оп и как бы вот у нас две рыбки вот лежат все первые части запекания накрываем фольгой потом ее откроем постараемся перевернуть рыбку если у нас получится чтобы вторая не как бы сейчас была бы под соком вот и в духовку на 15-20 минут ну вот прошло 20 минут смотрим что получается у нас жарень чтобы не орала осторожно открываем чтобы не ошпариться только сразу отстывает теперь теперь уже нам без фольги надо поджарить но нам надо каким-то макаром попробовать рыбку перевернуть не будем переворачивать не получается сняли фольгу и запекаем еще минут 10 чтобы у нас как говорится пар немножко сошел ну вот прошло 5 минут я думаю хватает этой рыбе много не надо так выключаем духовку достаем рыбу и вот наша рыбка запеченная с овощами видите овощи подрумянились рыбка одна рыбка вот видите она подрумянилась красивенькая вот это вот вот она красивенькая поэтому попытки перевернуть получилось увенчались неуспехом поэтому такая немножко развалившись но сочная видно сейчас будем пробовать накладывать итак вот наш ужин рыбка развалилась сори не красивый не товар не вид но будем надеяться вкусно не пересолила надеяться пробуем еще очень горячая прям во рту все растаяло но вкусно такая знаете не пересохла сочная такая это лучок пряность это траванка букет красивый эти овощи запеченные знаете надо много овощей кушать оно помогает как говорится не застаиваться в еде очень вкусно так делайте как я делайте лучше меня вычтите на моих ошибках ставьте лайки пишите комментарии подписывайтесь на мой канал и до новых встреч мы еще что-нибудь приготовим пока-пока